Неренгринские углеобогатители Неренгринская регулярно выполняет план досрочно, но обычно это происходит в последних числах декабря. В этом году Новый год встретили 14 числа, и тем самым сами себе сделали неплохой подарок не только к новогодним праздникам, но и ко дню рождения своего предприятия. Конечно, прошедшие 20 лет безоблачными не назовешь. Были и удачи, были и трудности, как в общем-то и во всей стране. Но на протяжении последних лет обогатительная фабрика показывает стабильно хорошие результаты. На предприятии производится серьезная реконструкция технологического оборудования, направленная на снижение затрат на производство и повышение производительности. Обогатительная фабрика, о которой долго говорили только в превосходной степени, подчеркивая ее уникальность, не утратила своего былого статуса. Она по-прежнему является современным и высокотехнологичным предприятием углеобогащения, которое не пренебрегает новыми научными разработками. Но что, наверное, самое главное за всей этой нужной производственной работой, руководству фабрики удается уделять должное внимание своим сотрудникам. Проводится планомерная политика по уменьшению количества женщин, занятых на вредном производстве. Сегодня слабый пол составляет одну треть от всего коллектива фабрики. Большое внимание уделяется социальной сфере, организации отдыха, лечению в санаториях и пансионатах. Ведь работу обогатителя, тем более в экстремальных условиях Севера, легкой никак не назовешь. Тут самое высокотехнологичное оборудование не выдержит. А что говорить о людях? Перевыполнение это плюс к отлично. И эти все доходы, большая их часть, пока еще сегодня остается в городе. Поэтому мы вот этот год и стремились как можно больше, вдруг в следующем году будет меньше. Конечно, мы не так всегда остается в городе. И поэтому и дома потихонечку до справа, и улицы заедут. С наступающим вас Новым годом! Счастья, здоровья и такой же профессиональной удачей в следующем, в 2005 году. С праздником! И все же о людях нужно сказать особо. Коллектив фабрики, а это около тысячи человек, на протяжении многих лет остается стабильным. Трудятся здесь работники с высокой профессиональной подготовкой. Как того и требуют современное оборудование. Причем и молодые специалисты, и опытные сотрудники. В ежегодном конкурсе «Лучший по профессии» и тем, и другим предоставляется возможность проявить себя в деле. Различные мероприятия и соревнования, проводимые среди подразделений холдинговой компании «Якутуголь» и на городском уровне, выявили среди коллектива обогатительной фабрики немало талантов, в том числе спортивных. Спорт вообще разговор отдельный. Тут еще можно поспорить, какой концентрат из двух лучше – угольный или тот, который прилично играет в футзал. Ведь известно, что команда мастеров «Концентрат», чемпион России и мира, изначально состояла из работников фабрики. И все же юбилей обогатительной фабрики «Нерингринская» – это праздник и предприятие, и самой профессии углеобогатитель, появившейся впервые на южно-якутской земле в 80-х годах прошлого века. А раз появилась такая профессия, значит, появились и люди, работавшие сначала на строящейся, а потом наведенной в строй фабрики. Сегодня это уже ветераны, хранители истории и традиций, гордость предприятия. Среди работников немало действительно заслуженных людей. За два десятилетия работы предприятия звания «Полный кавалер» знака шахтерской славы были удостоены Шаповалов Александр, Шилов Владимир, Щурик Александр, Васько Иван Куенко Александр, Романов Владимир, Звонков Евгений. И, что не менее, а может быть и более важно, появились в коллективе и свои трудовые династии – Махнёвых, Харьковских, Шапилёвых, Коноплиных, Евлах. На торжественном вечере 24 декабря, посвященном 20-летию предприятия, вспомнили и о династиях, и о фабричных семьях, выросших и служебных романов, и о работниках, в чьих трудовых книжках только одна запись – «Обогатительная фабрика Неренгринская». Лучшие сотрудники получили награды из рук почётных гостей праздника – главы муниципального образования Неренгринский район Василия Старцева, генерального директора Отрытого Ационерного общества холдинговой компании «Якутуголь» Владимира Петрова, и, конечно, директора фабрики Александра Засятько. Так, благодарственными письмами правительства Якутии были награждены Людмила Громова и Надежда Васиева. Обладателями Ордена шахтёрской славы второй степени стали Владимир Малафеев, Александр Зушинский, Виктор Просянник, Игорь Глаголь, Сергей Асачий. Грамота правительства республики была вручена Антонине Бирюковой. Елену Богданюк наградили грамотой Министерства промышленности Якутии. Грамоты Государственного собрания «Илтумен» получили Олег Бенатов и Владимир Харьковский. Впервые в этом году была вручена совершенно новая и для нашего города в том числе награда – знак гражданской доблести. Её обладателем стал Сергей Сергеев. Кроме того, и сам директор обогатительной фабрики Александр Засятько, ветеран угляобогащения Нерингре, полный кавалер знака шахтёрской славы, кандидат технических наук, указом президента республики, был достоин почётного звания «Заслуженный работник народного хозяйства Якутии». Вообще Александра Васильевича можно было бы назвать директором-долгожителем. Он руководит предприятием уже 12 лет. К этому нужно прибавить ещё 10 лет, которые он посвятил родной фабрике, начав работать ещё в годы её строительства. Вечер, посвящённый 20-летию пуска обогатительной фабрики, считаю открытым. Больше всего в этот вечер со сцены звучало, разумеется, поздравлений и пожеланий от почётных гостей, руководителей и представителей смежных предприятий, других организаций и учреждений города. Но самые долгожданные и трогательные для нерингринских обогатителей слова, безусловно, сказаны первостроителями, директорами, инженерами, многие из которых уже давно уехали из города. Обогатительная фабрика для них, как ребёнок, за которого нельзя не волноваться. Но всё же ветераны в один голос признают. Ребёнок вырос и уже твёрдо стоит на ногах. Наш уголь не просто конкурентоспособен, он лучший. Видимо, изображение фабрики в советском знаке качества, которое зрители могли наблюдать весь вечер справа от сцены, призвано было лишний раз напомнить об этом. Продукт, производимый обогатителями, и не раз привозил золотые медали с международной выставки в Париже. Однако отличное качество конечного продукта не ставит крест на дальнейшем развитии производства. Гости сошлись на том, что перспективы предприятия в расширении круга стран-потребителей нашего угля. Преподнесённые подарки, географические карты, корабль тёзка именинницы – именно это и символизировали. Вообще, подарков в этот вечер, как и в любой день рождения, а тем более юбилей, было много. Хорошим подарком стала и сама концертная программа на все 100% самостоятельное творение работников предприятия. Это, к слову, о дарованиях коллектива богатителей. И музыканты, и певцы, и танцоры – все свои, ни одного приглашённого артиста. Даже выступавшие со своим номером воспитанники подшефного детского сада, по малости лет, разумеется, нетрудоустроенные, убедили всех работников фабрики в том, что станут им достойной сменой. Явно с душой подошёл к решению вопроса декораций и художник-оформитель. Снежная аллея, чёрная жемчужина – символ, известный всем нюрнгринцам, и знакомые очертания фабрики, которая даже в макетном формате дымит, и в празднике работа на первом месте. Каждый житель города, вне зависимости от того, работает ли он непосредственно в угольной промышленности или нет, так или иначе связан с углём. И если холдинговая компания «Якутугль» по праву считается градообразующим предприятием, то обогатительная фабрика нюрнгринская – его венец. Ведь, как известно, в длинной технологической цепочке работников угледобывающей промышленности обогатители являются последним замыкающим звеном. И звено это от ныть не слабое. Мы поздравляем всех углеобогатителей Нерингрин с юбилеем их предприятия. И тех, которые находятся в этом зале и принимают поздравления, и тех, которые на смене обогащают самый лучший в мире нюрнгринский уголь. Такая уж у них работа. Ни днём, ни ночью, ни в празднике, ни в будни, вот уже 20 лет, не отдыхает фабрика – сердце холдинговой компании «Якутугль». Пусть работа ваша будет интересна прежде всего вам самим, а тот продукт, который вы производите, продолжает представлять интерес для потенциальных покупателей. Здоровья вам и вашим близким! Мира вашим домам!